Майк Эннессли. Как общаться с трудными людьми? Слышать, понимать, договариваться и справляться с эмоциями. Предисловие. Когда живешь среди сговорчивых людей, легко уверовать, что ладить с окружающими проще простого. Но жизнь нередко подбрасывает сложные задачки. Скажем, новое неприятное знакомство или тот, кого вы вроде бы хорошо знаете, вдруг преподносит вам неприятный сюрприз. А порой обычный разговор превращается в настоящий кошмар, если у вас разногласия. Например, с хозяином машины, которую вы поцарапали, выезжая задним ходом с парковки. С соседом, устроившим за полночь шумную вечеринку. С электриком, считающим своим долгом загрузить вас техническими подробностями. Существуют эффективные способы общения с такими людьми. Вы должны научиться хорошо слушать и понимать услышанное, справляться со своими эмоциями, а иногда и с чужими, вести диалог, будь то при личной встрече, в электронной переписке или даже по старинке, в написанных от руки письмах и применять методы, чтобы максимально увеличить ваши шансы на удачный исход беседы. Эта книга предлагает руководство на все подобные случаи. А трудности в общении с близкими способны потрепать нервы еще сильнее. В этом случае вы должны понимать, чем рискуете, и тщательно продумать, как сохранить отношения. Есть много путей. Пойти на компромисс, простить, поменять собственное поведение, по-иному взглянуть на вещи, примириться с ситуацией, но иногда трудно решить, с чего начать. Эта книга подскажет вам, как поступить. Сталкиваясь с трудными людьми, принимайте брошенный ими вызов. И, как бы они не испытывали ваше терпение, во что бы то ни стало, сохраняйте спокойствие и позитивный настрой. Обратите внимание, под рубрикой «Возьмите на вооружение» приводятся тактические приемы, способные помочь вам кардинально поменять свою реакцию на поведение трудных людей и нормально с ними общаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова